Всем привет, ребята! Сегодня у нас распаковка и сравнение Флэймовского спригана. Начинаем, как обычно, с коробок. Коробки различаются, с первого взгляда, только по высоте. Потом еще виден размер, но это не так уж и важно. Давайте посмотрим на изображение. Во-первых, мы видим, что Флэйм берет другое изображение, Токара берет более красивое. Во-вторых, заметьте, что в драйверах у Флэйм не Металл Экстрим, а Юнит. И написано, что Юнит Дэш. Но там все-таки нарисован Юнит обычный. Давайте разбираться. Давайте перевернем коробку и посмотрим, что сзади. Во-первых, мы можем заметить сборки от Токары и сборки от Флэйм. Они отличаются. Вот только вот эта вот сборка одинаковая. Вот эти вот все остальные сборки разные. Переворачиваем коробку. Видим, что в Токаре у нас больше всяких фишечек, а в Флэйм меньше. Они взяли прям вот этот драйвер Кватра. Прям взяли такую же абсолютно картинку вот Токара, а вот Флэйм. Абсолютно такую же взяли. Так, что мы еще видим? Во-первых, мы видим, что здесь у нас есть QR-код. Скорее всего, на мультик. А тут его нету. Тут у нас, смотрите, написано все по-японски. А вот здесь, смотрите, что. Опа! Мы, кажется, сейчас идем на след, где выпускает Флэйм. Свои волчки. Но коробка эта не так уж и важна. Важно, что внутри. В Токаре идет очень крутой набор, с которым я сегодня сравню. Но что же идет в Флэйм? Накосячили или сделали круче? А может вообще одинаково? Разберемся. Поехали! Ребята, сейчас я все это распакую и начну сравнение. Три, два, один, вперед! Открываем. Вытаскиваем. Пакетик убираем. И давайте смотреть. Диск. Давайте начнем с него. Токара слева, Флэйм справа. Так будет всегда. Смотрим. Во-первых, у нас отличается по качеству железа. Точнее, краска. У Токара она такая более мягкая, более хорошая. А у Флэйма она такая хуже немножко. Снизу у нас болтики от Флэйма. И еще, что я вижу? У них по разному цвету пластики. Скорее всего, вес у них одинаковый. Давайте посмотрим, насколько вылезают эти штуки. Мы видим, что у Токары штавки вылезают легче, а у Флэйм тяжелее. Это минус Флэйма. У Флэйма более оранжевый диск, а у Токары более яркий желтый. Драйвер Юнит против драйвера Экстрима. Так, во-первых, почему я именно их сравниваю? Потому что как бы они заменяют друг друга. То есть, в Токаре идет Экстрим, а в Флэйме Юнит. Кстати, Юнит с очень хорошей резиной. Такая резинка пригодится каждому. Цепляется за арену очень хорошо. Но Экстрим еще лучше. Давайте посмотрим. Делаем гонки. Да, видно, что Экстрим чуть-чуть лучше. Как обычно, болтики разный цвет. И давайте сейчас присмотримся поближе. Во-первых, у Юнита есть специальный кончик. Это от Флэйма. Чтобы он стоял в центре. Это балансирующий драйвер. А у Экстрима такого кончика нет. Наоборот, у него выпуклость вниз. Это чтобы он более хорошо атаковал. Также Экстрим у нас с металлическим замком. И с более тяжелой пружиной. А вот Флэйм без металлического замка. И с обычной пружиной. Сейчас очень интересное сравнение будет. Два вейва. На первый взгляд, почти абсолютно одинаковые. Только у Флэйма у него более вот здесь вот такая вот. Не очень хорошая вырезка. У него тут выступы. Вот видите, как у него тут цепляется палец. А у Флэйм, а у Дакары нет. У Дакары просто идет он отлично. Так, давайте смотреть. Во-первых, давайте посмотрим на кончики. Кончик Токар. Очень маленький, тоненький кончик. На котором он будет крутиться хорошо. И это довольно-таки хороший защитный драйвер. И выносливый. Это защитно-выносливый драйвер. Но Токар говорит, что это балансирующий. Также у Флэйма нет этого кончика. Поэтому у Флэйм этот драйвер атакующий. Пружина у Токары дэш. А у Флэйма стандарт. Это Белиял. Сейчас мы будем его сравнивать. Начнем с драйвера. Очень эффектная вещь. Во-первых, мы сразу замечаем, что драйвер у Флэйма другой. Наверное, это заметно на камеру. У Токары у него этот Сюриф. Метал. А тут просто метал Зефир. Это от Думсайзера, только не Хайт. Зефир у нас балансирующий драйвер. Но здесь это смесь Зефира и драйвер от Валькирии. Поэтому это более атакующий драйвер. А Сюриф выносливый. Значит, что драйвера абсолютно разные. Это диск Нексус. Диск от Флэйма более тяжелый. Это мы уже проверяли. И Белиял от Флэйм был с этим плюсом очень крутым. Ну, кстати, Флэйм сделает новые крутые волчки лучше, чем раньше. Смотрите. Вот, видите, здесь у нас. Эти вот маленькие выступы. Их у Флэйма нет. Значит, у них больше вес. Флэйм вес Токара. Давайте сейчас попутаю и посмотрим, где Токара, где Флэйм. Где Токара, где Флэйм. Токара более темная. Вот она. А вот Флэйм. Более светлая и с такими вот детальками. У Флэйма, мне кажется, может сломаться. А у Токары прочный пластик. И вот для этого вот сравнения мне понадобятся диски. Токаровский диск, Токаровский СГИР. Кстати, заметили, что в Фафнере нету ГИРа. На Токаре стоит свой. СГИР, конечно, отлично. А вот на Флэйм. Так. Закрепленный режим не ставится пока что. Что с ГИРом? Почему он не ставится? Ребята, у меня какая-то проблема. Флэйма не получается поставить ГИР? Что? Нужна какая-то здесь может быть сила, чтобы поставить ГИР? В общем, у меня не получается поставить ГИР. То есть, мне кажется, что он будет так же работать, как Токара абсолютно. Только ставить его будет намного сложнее. Кто может это сделать, тот сделает. И тому все отлично. Поэтому, в принципе, отличных нет. Сравнение крышек Бериала. Это циклон Белила и циклон Белила. Смотрим. На первый взгляд, крышки абсолютно одинаковые. Во второй мы видим другую прокраску у Флэйм. В третьей мы видим, что у Флэйма хуже двигаются вставки. А на четвертый мы видим, что Флэйм без наклеек и с болтиками. И, кстати, вот этот вот болтик может отвалиться. И вот с этой стороны тоже. Давайте разберем. Сразу будем смотреть по деталям. Вот я их и разобрал. Давайте смотреть. Здесь Флэйм, а здесь Токар. Давайте начинать с чипов. По весу. По весу, мне кажется, Токар чуть-чуть тяжелее. Но у нас с наклейками. Считать звездочкой на диске, короче. Смотрите. Если снизу смотреть, у Флэйма более такой вот зеленый свет здесь. А здесь золотой. Но это не важно. Нам важны характеристики, которые сверху. Они красивые или некрасивые. Во-первых, чипы почти одинаковые. Но покраска у Флэйма хуже, как я уже говорил. Также застежки. Давайте смотреть на них. Так. Токары я уже их подразбил. А у Флэйма они и так почти разбиты. Жесть. Закрываться чип будет, видимо, лучше. Слушайте. Одинаково. Закрываются одинаково. Вот это вот фишка для меня. Прям топ. Арморы. Скорее всего, они тоже одинаковые. По весу. И, как я уже говорил, покраска. У Токары намного лучше. Наклейки у Токары, конечно, крутые. Но я же могу наклеить и флэймовские наклейки на этот диск. Поэтому по наклейкам не судим. Также видим, что вот этих вот выпуклостей нет. То есть флэймовский диск, скорее всего, будет тяжелее. А это значит, что это плюс. Плюс Флэйма. И он покрашен полностью, в отличие от Токары. Круто. Слои. Слои, я как говорил, уже ставки просто. Ставки по-разному двигаются. И вот и все. И вылетают болтики у Флэйма. В принципе, вот и все об этих ручках. Давайте их убирать. И самое интересное. Сейчас начнется просто суперинтерес. Скорее всего, вы досмотрели до этого момента. И поэтому готовьтесь. Сейчас будет самое интересное. Астрал с прыган. Астрал запковали лучше. Крышка. Кстати, я заметила, она очень тяжелая. Диск тоже тяжелый. И драйвер. Который сейчас мы, кстати, давайте сначала разберем. Детали от прыган убираем. И сейчас драйвера. Кватро вискватро. Я сейчас поменяю. Вот. Теперь вот здесь вот Флэйм у нас. Который, кстати, заглючил, по-моему. Заглючил Флэйм? Флэйм заглючил. Понятно все с ним. Флэйм заглючил. Смешно. А, вот, все. Разглючил. Ну, конечно, драйвер от Флэйма хуже по качеству. Это мы видим. С того, что драйвер ключит. А, ну все, я вроде бы его... Нет, все равно. Короче, хуже. Драйвер от Флэйм сразу понятно из-за того, что он глючит. Такари, смотрите как. Опа. Кручим, 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 кручим. Кручим, кручим, как хотим. Поставим вот так, к примеру. Вот у Флэйма не получается это сделать. Флэйма дольше намного. Вот. Тяжело еще вставить. Но в основном драйвера одинаковые. Так что давайте переходить в следующие детали. Кстати, пружинка. Пружинка одинаковая. Как я уже говорил, диски у нас разные по цвету из-за того, что разное качество железа. А также они у нас, скорее всего, разные по весу. Да, видите, здесь звездочки есть, а здесь нет. То есть, такары делают небольшие такие облегчения диску, а Флэйм делают прям просто диск. Так, ребята, крышки. Я переставил лучше спригана в левостороннее вращение. И знаете, что я при этом заметил? То, что у него не резинка, а пластик. Смотрим. У вот этого спригана прям резина, прям чувствуется. А у этого пластик. Поэтому он такой яркий. Также железо, конечно, у нас железка. В такаре тоже железка, только с наклейкой уже у меня. И армор, скорее всего, будет одинаковым. Так что вот такие вот сприганы. Но давайте сейчас их соберем. Такара with flame. Все-таки посмотрим на них в собранном виде. Вот он, флеймовский. А вот такаровский. Получается, что они максимально похожи. Флейм постаралась. Но цвет резины другой, во-первых. Во-вторых, это не резина. В-третьих, кому больше нравится сприган, больше всех волчков, я советую брать так. Вот такой вот сприган от флейм. Вот такой вот сприган от такары. Кому они понравились, ставьте лайки. А сейчас всем пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok